Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. А снег идет, а снег идет, и при этом заканчивается март, и на носу уже апрель. И хочется обратиться к специалистам Гидрометеорологической службы России. Ну когда вы порадуете нас теплом? Я думаю, что скоро. Кстати, сегодня день работников Гидрометеорологической службы России. Какая погода будет сегодня, расскажут синоптики. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Порывы будут до 15-20. Температура ночи минус 3-8, а в горах до 13 градусов мороза, а днем плюс 1-6 и местами минус 4-1, на дорогах гололедица. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Порывы до 15-20. Температура ночи минус 4-6, днем 4-6 выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедица. Чем сейчас увлекается молодежь? Количество увлечений молодежи растет изо дня в день. Сейчас их пересчитать вряд ли возможно. Молодые люди хотят реализоваться. Одни хотят получать от жизни удовольствие, другие – острые ощущения, третьи – повысить свою самооценку. А некоторые попросту любят что-то изучать. Родителям важно быть в курсе всех увлечений, которые так или иначе присутствуют в жизни не только совсем еще ребенка или подростка, но также юноши или девушки. Многие молодые люди сейчас участвуют в различных проектах и выигрывают гранты. А вот как правильно заполнить заявку для участия во всероссийском конкурсе среди молодежи и достичь успешных результатов? В республике прошло мероприятие «Школа грантовых заявок для физических лиц». В течение трех дней организаторы и приглашенные гости обучали студентов и давали консультации. Подробности у Али Баташева. Екатерина Борисова – специалист по оценочной деятельности в социальном ориентировании, щедро делится со студентами своим опытом. Она приглашена для участия в этом проекте организатором мероприятия Министерством по делам молодежи республики. Цель именно нашего обучения – заполнить заявку на грантовый конкурс, что называется «под ключ», заявка «под ключ». В рамках трех образовательных дней мы заполним все разделы заявки, запишем видео в визитку, и ребята, выходя отсюда, смогут принять участие в заявочной кампании. Учитывая, что целых три дня длится, там есть свои какие-то особенности? Три дня – это даже мало. Для того, чтобы разработать проектную идею, оформить заявку, это требуется прямо три дня погружения. То есть отключиться от другой работы, от других проблем и сконцентрироваться только на заполнении заявки. И то при помощи коллег, при помощи тренера за три дня это можно сделать. А в обычной жизни нет. За три дня невозможно это сделать. Одна из целей проекта – выяснить, как молодежь видит решение социальных проблем общества, чтобы изменить ситуацию в экономике к лучшему и получить новый качественный результат. Я хочу научиться писать проект, суметь подать заявку на АИС молодежи. И при помощи этих курсов я хочу научиться защищать проект и в то же время писать его, и при помощи этих подать заявку на грант. И в будущем, если получится, защитить его и получить грант. Единственное, что могу дополнить, что это возможность для меня как-то самосовершенствоваться, что-то новое о себе узнать. И тоже хочу, как мой одногруппник сказал, научиться писать проект, попробовать защитить, может что-то получится. Идеи есть, да, уже? Ну, несколько идей, в основном направленные на улучшение жизни в нашей республике и в нашем городе. Такие прописки нужны? Ну, я считаю, что нужны. Научить всех желающих правильно писать, оформлять и успешно защищать свои проекты – одна из главных задач Министерства по делам молодежи Карачаева-Черкесии. Еще один плюс – развитие проектного мышления у молодежи, считают организаторы мероприятия. Тут также есть у нас молодежь, которая уже закончила обучение в ВУЗе. То есть работающая молодежь тоже изъявляет желание. И хотят также подаваться на грантовые конкурсы, поскольку Росмолодежь увеличила этот возраст до 35 лет. Поэтому у всех есть возможность. А позже могут они присоединиться, еще программы проведете такой? Естественно. Естественно, вот сколько в наших селах будет провести обучение мы будем проводить. Помимо этого, мы всегда открыты. То есть если кто-то из жителей, из числа молодежи Карачаева-Черкесской республики будет нуждаться в консультации, будет нуждаться в консультации с экспертами или просто пробирование своего проекта, мы с удовольствием будем помогать. И при этом, если нужно будет давать какие-то рекомендации, как от министерства давать, какую-то поддержку, мы с удовольствием тоже будем помогать. Тех, кто опоздал, следует следить за нашими социальными сетями. Мы каждый раз анонсируем все наши мероприятия, которые мы будем делать. И если есть какие-то вопросы, всегда звоните нам в приемную. Министерство по делам молодежи с удовольствием ответим на все вопросы. Я считаю это мероприятие необходимым. Необходимым, потому что проектное мышление необходимо не только в социальном проектировании, но и в бизнес-проектировании. Откровенно говоря, проектное мышление, даже в устройстве своей собственной и в том числе личной жизни, это очень полезный навык, который позволяет оценить свои усилия, которые ты прилагал, планировать дальнейшие приложения своих сил, увидеть результаты, вдохновиться ими, смотивироваться ими. Проектное мышление, я считаю, для молодого человека, да, действительно, это перспективные навыки, которые потребуются во всех сферах жизни. По результатам мероприятия республика планирует подать 19 заявок. Студенческого актива на Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц, реализующийся Федеральным агентством по делам молодежи. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Участие в фотоконкурсе тоже может стать трамплином в карьере любого фотографа-любителя или профессионала. Это дает возможность получить большую огласку и оценить свои работы на фоне других конкурсантов. В мире постоянно проходят фотоконкурсы, широчайшая тематика, среди которых найдется близкий вам жанр. Свои силы и удачу можно испытать в свадебной, архитектурной, подводной, пейзажной, художественной, спортивной и архитектурной фотографии. Наш земляк, талантливый фотограф Арсен Алабердов стал победителем одного из самых престижных конкурсов фотоиндустрии «Дикая природа». Стоит отметить, что на конкурс было представлено более 60 тысяч фотографий. Работу нашего фотографа оценили очень высоко. И сегодня Арсен Алабердов, гость нашей программы, в эти минуты в нашей студии он расскажет моей соведущей Белли Джозаевой об участии в конкурсе, о своих любимых жанрах, о любви к путешествиям, о том, почему он считает фотографию искусством и собирается ли он делать свою профессиональную выставку. Доброе утро всем! Доброе утро, Арсен! Утро доброе! Я безмерно рада видеть вас у нас в гостях, потому что застать вас в республике, пригласить к нам, это тоже, наверное, такая проблема, хоть и небольшая, но проблема, потому что вы все время человек очень занятой, вы занимаетесь бизнесом, но фотография – это, конечно, неотъемлемая часть вашей жизни. Доброе утро, Арсен Алабердов. Как вы узнали про этот конкурс и какие у вас впечатления от этой победы? Этот конкурс является одним из наиболее авторитетных, проводимых на территории Российской Федерации. Как следует из его названия, там представлены работы, на которых изображена природа нашей большой необъятной Родины. Количество участников очень большое со всех концов страны, очень много профессиональных фотографов, тех, которые занимаются этим непосредственно всю жизнь, ездят в экспедиции, научные, исследовательские. В общем, конкуренция очень большая. Как узнал, я уже не первый раз там участвую. До этого попадал в число в топ лучших работ. И эти работы в составе выставки National Geographic ездили по всей стране. На Кавказе были представлены в Есентуках, в частности. А так Москва, Санкт-Петербург, в общем, все крупные города. В этот раз небольшая поправка в число победителей. Победителями считаются все призеры. То есть моя работа в категории пейзаж заняла третье место. Какая работа была? Работа называется «Дождь над Бермамытом». Из названия становится понятным, что снят дождь с нашего плата Бермамыта. Что касается портрета, вы же работаете в жанре портрета, а не только пейзаж. Раньше вы снимали очень много на спортивные темы. Когда вы фотографируете человека, он понимает, что вы от него хотите? Он помогает вам? Тут все индивидуально, конечно. Зачастую люди даже отказываются фотографировать. Я тоже об этом уже говорил. Не все соглашаются, не всем это интересно. Иногда это бывает очень обидно, потому что бывает фотогеничное лицо, которое просится быть запечатленным. Но люди по каким-то причинам не хотят. То же самое взаимодействие на съемочной площадке тоже бывает разным. Кто-то легко понимает, кому-то это дается сложнее. Но вообще мне не обязательно какое-то сценическое мастерство, модельное искусство. Мне нужно просто, чтобы человек был расслабленным, естественным и чтобы выполнял то, что я от него... Команды. Да, можно сказать так. Ну, под фотогеничностью вы же не имеете в виду красоту? Да, то есть фотогеничность и красота, это не всегда одно и то же. Ну, как сказать, нельзя, наверное, сказать, что фотогеничный человек может быть некрасивым, в то же время не всякий красивый человек может быть фотогеничным. То есть в хорошем портрете всегда важна какая-то большая индивидуальность, неповторимость. То есть лицо не должно быть стандартным, скажем так. Должна быть какая-то изюминка, которая вот цепляет. Что для вас не стандарт? Что? Глаза? Взгляд? Это каждый раз что-то свое. Какие-то рыжие волосы от природы, да, там веснушки, какой-то необычный разрез глаз, цвет глаз, выражение лица. Ну, это очень индивидуально. Но обычно я когда вижу лицо, которое вот должно выстрелить, я сразу чувствую, что я вижу, что человека можно сделать с человеком хороший портрет. Естественно, это не имеет, не имеется в виду ни возраст, ни вес, ни внешность, ни сфера деятельности. Бывает так, что вы идете по улице и вот оно? Ну, да, чаще всего так и бывает, что где-то там в магазинах, в салонах связи, на улице бывает, видишь, интересное лицо. Что для вас главная составляющая хорошей фотографии? В чем ее ценность? Ну, ценность в том, что хороший кадр в первую очередь должен быть уникальным. То есть в нем должно быть что-то запоминающееся, что-то вот сейчас очень большой подъем фотографий, в том числе на мобильные телефоны. То есть фотография приобрела массовый характер. Но это же не то. Ну вот да, вот она должна, хорошая фотография, она должна выделяться. То есть она должна иметь что-то такое, что ее отличает от сотен других. Вы имеете в виду, наверное, смысл? И смысл в том числе. Ну, не всякая фотография должна иметь какой-то смысл. Иногда мы просто можем созерцать что-то красивое, да, не обязательно должен быть какой-то скрытый, потаенный смысл. Хотя, ну, это от жанра очень сильно зависит. Какой-то жанр, он полностью построен на смысле, да. Тот же портрет, допустим, где-то может быть портрет такой, вот жанровый портрет, когда по человеку, по его лицу видно какой-то его там пройденный жизненный путь, да, или либо его занятие, он этим цепляет. Какой-то портрет цепляет просто вот неожиданно, естественно, природной красотой, да, которая тоже необычная, допустим, да. По-разному. Фотография ваша лучше получается, когда она спонтанна или подготовлена? Ну, даже спонтанный кадр, он все равно должен быть подготовлен в каком плане? У вас должен быть багаж знаний, опыт, который позволяет даже вроде в такой моментальной ситуации действовать уже подготовлено. То есть такого, чтобы вы просто вот раз щелкнули, ну, это как по теории вероятности, если куда-то стрелять сто раз, один раз попадет, так может быть, да. А чтобы получить хороший кадр, даже какой-то спонтанный, быстрый, такое тоже бывает, но все равно вам помогает какой-то опыт, ваши знания, ваш опыт, поэтому подготовка, она как бы важна. Арсен, вот из множества фотографий, я уверена, у вас их множество, есть любимая фотография? Одной любимой, наверное, скорее всего, нету. На какой-то период становится любимой какая-то одна работа. Потом иногда даже кажется, что вот, ты сделал лучший кадр в своей жизни, все, ты лучше этого уже не сделаешь. Но ты понимаешь, что потом появляется еще что-то, еще что-то. Ну, это даже, наверное, это свойственно началу карьеры. Потом ты уже понимаешь, что этот кадр всего лишь один из, и потом будут какие-то вещи. Наверное, самый последний, да, с ним любимый? Да, некоторые есть еще поговорка. Ну, я так думаю, я не знаю. Есть еще у художников, фотографов поговорка, самый лучший кадр тот, который ты еще не сделал. Да, это так часто говорят фотографы. А фотограф, фотография – это искусство? Фотография – это искусство, и в первую очередь всегда, это мое твердое убеждение, должна быть искусством. А черно-белые фотографии вам больше нравятся или цветные? Ну, сейчас, наверное, если бы следовать, так называемым, трендам, моде, надо было сказать черно-белые. Я люблю черно-белые фотографии, но сразу же оговариваюсь, что черно-белое решение, оно не всегда, не ко всему подходит. То есть в каких-то фотографиях решает цвет, а какие-то фотографии смотрятся только в черно-белом. Но черно-белая фотография – это очень такая честная, скажем так, фотография, да, то есть там обязательно должен быть какой-то смысл и какое-то решение, которое не зависит от отвлекающих факторов. То есть цвет там уже не играет роли, поэтому в черно-белом вот содержание, смысл, оно играет. Я вот особенно люблю черно-белую пленочную фотографию, то есть пленка все равно… Это ни с чем не сравнится, правда? Да, в ней какая-то, я не знаю… Магия? Магия, душа, что-то в ней есть. А своих близких часто фотографируете? Нет, не так часто, наверное, все-таки. А себя? Нет, себя практически нет. У меня всегда проблема, когда меня для изданий, для журналов, там, для передач спрашивают мое фото, это у меня очень большая проблема. Но у меня сейчас вот есть мой коллега, напарник, можно сказать, в каком-то роде ученик, Вадим Коркин, тоже хороший фотограф. И вот с появлением вот нашего сотрудничества с этим стало проще, потому что когда-то где-то он меня там… Успевает. Да, за работу снять. Поэтому уже есть, что и… Вот вы навели меня на эту тему. Ученики у вас есть? Да, я занимаюсь обучением. Есть у меня ученики. Ну и как? Успехи? Ну… Есть талантливые? Да, есть уже те, у которых у самих успехи вполне такие. Вы участник множества выставок. Перечислять, наверное, не имеет смысла, в том числе и персональных. Естественно, я хочу поделиться, чтобы вы поделились планами своими. Планируете ли персональные выставки? На какие темы они будут? Над каким проектом сейчас работаете? Художник, фотохудожник, он не может не работать. В ближайшее время что в планах, в проекте? Ну, если говорить о выставках, немножко такой парадоксальный момент. Мои работы выставлялись во многих, я не побоюсь сказать, городах России, это точно. Потом были и в Украине до известных событий, и в Белоруссии, в Турции, в Анкаре, в Европе были отдельные работы выставлены. Персональные выставки проходили по всему Ставропольскому краю. Но вот ни одной выставки в Черкесске еще не было. И, конечно, это вот… Очень странно это. Ну вот, так получается. Надо этим, наверное, заниматься. Да, вот этот вопрос мы сейчас прорабатываем. Плюс еще есть человек в Есентуках, очень хороший мой товарищ уже, можно сказать, с которым мы познакомились как раз благодаря конкурсу National Geographic, который обо мне узнал оттуда, в моих работах. Там проходила выставка National Geographic, вот организатор связался со мной. И с тех пор мы с ним сотрудничаем, он организовал уже несколько еще выставок. И вот сейчас у нас совместная такая работа, которую затягиваю я, надо сказать. Он хочет сделать выставку моих работ в Есентуках в экспоцентре, которая будет составлена из тех работ, которые побеждали в каких-то конкурсах. То есть он хочет сделать именно работу и внизу подпись «Побеждала в таком-то конкурсе, попадала в финалисты, в топ в таком-то конкурсе». То есть вот такую тематическую выставку. Арсен, мне кажется, человек творческий, он, когда творит, он и страдает, и радуется. Больше для вас ваша работа – это удовольствие, удовлетворение? Да, конечно. Ну, много кадров связаны с какими-то лишениями, скажем так, то есть с тяжелой физической нагрузкой, особенно когда в горы ходишь или там куда-то. А когда не получается тоже что-то? Я даже имею в виду не физические нагрузки сейчас. Нет, честно говоря, у меня прям таких разочарований практически не было, чтобы я был вот когда-то… Просто художники очень часто на это жалуются. Нет, я к этому проще отношусь, мне работа доставляет удовольствие. Были разочарования в том плане, когда в какой-то момент, там даже не разочарование, иногда было бешенство, когда я видел вот потенциальный шедевр, а в этот момент с собой не было камеры. Вот это было, да. Либо не было подходящего объектива, которое… Вот такое было, да. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей программе. Я желаю вам дальнейших творческих успехов и много хороших фотографий. Спасибо взаимно. Вам тоже успехов. Спасибо. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести Карачаева-Черкесия» с Аллой Динаевой. Удачного всем дня и встретимся завтра.